Вот уже пять лет, как в теннисном календаре Санкт-Петербурга, появился турнир Мегафон Дрим Кап. Турнир, по сути, единственный не только в Северной Пальмире, но и во всей России. Все дело в том, что соревнуются в нем теннисисты на колясках, а проходит он, кстати, под эгидой ITF. Правило в теннисе на колясках практически ничем не отличается от правил тенниса классического. Допускается лишь два отскока мяча. Как уже говорилось, турнир в этом году отмечал пятилетие, и год от года класс участников растет. Я сказал бы так, что это самый сильный турнир за пятилетнюю историю Мегафон Дрим Капа. Особенно мужской турнир в этом году. Очень сильные иностранные участники. Ну и традиционно сильнейшие наши женщины, которые тоже являются одним из лидеров мирового тенниса. Валерий Лутков судил на всех турнирах, и, как признался, именно в этом году страсти на корте кипели нешуточные. Еще бы, ведь на носу Паралимпиада и рейтинговые очки, которые зарабатываешь на соревнованиях, что называется на вес золота. Тем приятнее, что в финал женской части турнира пробились две наши девушки. Виктория Львова и Людмила Бубнова. Как раз те, кто и поборется за путевки в Рио. Виктория вообще наша восходящая звездочка. Ей 17 лет, и она первая в рейтинге среди юниоров. Во взрослые табели о рангах находятся как раз на пограничном 21-м месте, ведь в Бразилию гарантированно попадают 24 первых номера. Вот и приходилось Львовой думать прежде всего не о победе в турнире, а о тех самых рейтинговых очках. Ну, конечно, думаешь, потому что набираешь очки специально, чтобы попасть на Олимпийские игры. Ну, и победы тоже хотелось очень сильно. Я старалась победить. Кто был самым сложным соперником? Ну, была моя напарница, с которой мы тренируемся вместе. Вот она была самой сильной мне соперницей здесь. Подруга соперницы, о которой говорила Виктория, это Людмила Бубнова. В рейтинге она стоит на одну позицию ниже Львовой и, конечно же, тоже мечтает о поездке в Бразилию. Вот только с ней, похоже, психология сыграла плохую шутку. Думаю, что она в этот момент была более собрана. Вот, а я, скажем так, слишком спокойна, может быть. Старалась себя успокаивать, попадать, но не получалось. То есть вы вышли без настроя, получается, на Мариже? Нет, нет, конечно, я перед матчем настраиваюсь. Но в какой-то момент иногда просто посыпался. Теперь сделаем небольшое отступление и расскажем о главном спортивном инвентаре теннисистов – их коляске. Можно отметить, что она отличается от обычной. Как оказалось, на самом деле это довольно дорогой инвентарь стоимостью более 3000 долларов, который каждый спортсмен подстраивает сам под себя. Рассказать о своей коляске мы попросили лучшего российского теннисиста Константина Афиногенова. В коляске основное отличие – это большой развал колес, порядка 20 градусов, максимум делают 22. Колеса 26 диаметра, в принципе, ставят и больше, 28-28 дюймов, но не так часто. Это зависит, как правило, от массы габаритов хозяина коляски и от длины его рук. Соответственно, когда мы сидим на коляске, наши ладошки должны быть где-то в районе оси. На коляску ставится много ремней, которые фиксируют игрока. То есть коляска с игроком представляет единое целое. Даже в правилах записано, что коляска – это часть тела. Попадая мяч в коляску, ты проигрываешь. Ремни ставятся самые различные. Это ремни на липучках и страп ремни, так называемые, которые позволяют регулировать степень зажатия путем поднятия простого рычажка. Ширина коляски индивидуальная, подбирается под игрока с учетом того, что он в тоненьких-тоненьких штанишках садится, и она очень плотно облекает, как ботинок. Повторюсь, это все должно быть крайне удобно и очень хорошо подогнано. В мужской части турнира Константину, увы, не удалось добраться до финала. За победу в мегафон Доримка боролись испанец Даниэль Каверсачи и поляк Камиль Фабесяк. Оба теннисиста находятся примерно в той же ситуации, что и наши девчонки. 20-е место рейтинга и борьба за место в Рио. Их поединок продолжался более двух часов, но в итоге испанец вырвал победу в третьем сете. Не остался турнир без внимания и звезд спорта. Для болельщиков и самих спортсменов стало приятным сюрпризом, когда рядом с собой они увидели олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Оксану Казакову и футболиста Александра Киржакова. Здорово, что существуют такие турниры. И люди, которые принимают в них участие, как спортсмен, заслуживают огромного уважения. Не доказывают всем, что нет ничего невозможного. Турнир в Санкт-Петербурге завершен. Впереди у спортсменов еще полгода борьбы за путевку в Рио. Ведь последние турниры в зачет пройдут в мае. Но надеемся, что Виктория и Людмила сумеют навести шороха и в Бразилии. Олег Перцев, Василий Вахетов, НТВ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова